всем привет дорогие друзья вы находитесь на канале любимое увлечение сиропчика или архомания сиропчика но сегодня я буду вам рассказывать не об орхидеях а о папоротнике моей коллекции появилась два папоротника вернее три но наверное маленький это тоже разновидность этого же самого папоротника но я имела такую вот знаете неаккуратность пересадить его вот находится в правой нижней части видео вот вот видите и что-то он очень очень долго думает себе понимаете он и не пропадает но вроде бы как и растет но видимо немножечко очень долго приживается сегодня я вам расскажу об этих растениях так что присаживайтесь берите чашечку кофе или чай что вы любите и смотрите видео они могут расти непосредственно вдалеке от подоконника и притяненных условиях вот но некоторые сорта есть довольно устойчивые к солнечным лучам но лучше все-таки прямых солнечных лучей избегать может расти на северной северных подоконниках или на западных вот но лучше всего конечно так как у меня южная сторона я буду говорить за свои условия у меня растет на южном окне но не на прямых солнечных лучах если вы поставите растения в лобов глубокую тень то может рост прекратиться а если получится что сильный недостаток света папоротник может деградировать начнется усыхание опадание листочков если все-таки так как папоротник стоит у вас на южном окне так так как у меня то надо его немножечко отдалить от прямых солнечных лучей или прикрыть от прямых солнечных лучей ну притянить теперь немножко поговорим о температуре температура должна быть круглый год комфортная которая вот комфортно для человека также и для растения только для растения надо немножко понижать градусы получается в пределах плюс 16 плюс 26 у меня сейчас на балконе приблизительно плюс 18 может быть плюс 20 растений нет не требует специальных прохладных условий зимой но если температура все-таки будет пониженная то соответственно полив надо уменьшить ну а поливом мы поговорим попозже сейчас о температуре самая низкая температура которую может выдержать папоротник это плюс 12 градусов так что друзья смотрите если у вас очень холодные например балкон это все-таки на зиму лучше его заносить наверно квартиру и если в квартире сильно сухо то подливать почаще и или опрыскивать полив должен быть регулярный но умеренный эти папоротники очень любят влажность грунта должна быть постоянная они не терпят полностью просушки грунта но нельзя тоже знаете так заливать чтобы там аж чавкала зимнее время особенно в прохладных условиях полив нужно немножечко сократить только после просыхания верхнего грунта нужно поливать отстоянной водой комнатной температуры немножечко можно как бы подкислить потому что грунт они все-таки любят закисленный поэтому если вы поливаете немножечко можете на кончике ножа например чуть-чуть лимонной кислоты подкислить водичку и поливать полив в общем то можно производить сверху грунта а излишки воды которые попали в поддон надо всегда выливать и можно очень часто опрыскивать я опрыскиваю очень часто иногда в день по два раза утром и вечером получается это зимой а летом еще чаще опрыскиваю если я конечно нахожусь дома вот но если меня дома нет то уже получается как получается вот но стараюсь опрыскивать вот потому что они все-таки любят влажность поэтому на листиках у них тоже должна быть влага в общем так как мы перешли уже к влажности будем работу рассказывать за влажность воздуха эти папоротники любят очень влажный воздух но могут перенести и средний уровень об сухой сухое если будут сухая одна из такая вот сухость то они будут страдать в общем эти цветы нельзя располагать внутри значит каких-то отопительных приборов они должны быть стоять на отдаленности потому что например если вы расположите недалеко от батареи или от какой-то трубы где ну в общем проходит горячая вода то получается будут сушить это будут сушить воздух вокруг этого растения и еще это растение нельзя устанавливать вблизи увлажнителя если вы увлажняете воздух то увлажнитель надо ставить на отдаленном расстоянии чтобы ну не чувствовалось вот этого самого потока воздуха влажного теперь давайте поговорим о подкормках это растение надо подкормить подкармливать самый его получается рост когда с весны по осень и с его нельзя перекармливать если и надо кормить его специальными средствами для таких вот растений и если например на упаковке написано там какая-то определенная доза который вы подкармливаете но должны подкармливать и разбавить в воде и подкормить то я советую вам эту дозу немножечко снизить потому что если вы будете постоянно например если я подкармливаю свои растения два раза в ней два раза в месяц получается то папоротники надо подкармливать раза четыре и если вы будете вот этой дозы подкармливать четыре раза в месяц то это может все-таки убить растения теперь давайте поговорим о посадке и пересадке если вы например купили растения в магазине то я наверно все-таки исходя из своего опыта не советую вам его сразу пересаживать вот я сразу буквально ну может быть пару недель она у меня постояла на карантине я его решила пересадить и если вы его пересадите в очень большой горшок то она начнет болеть вот и может и пропасть советую вам не пересаживать вот у меня два растения я купила одно я пересадила одну не присадила исходя из своего опыта то которое растение я не пересадила она очень хорошо развивается и растет а то которое я пересадила она болеет она как бы и растет вот и не погибает но видно что она болеет и корни этого растения должны освоить полностью горшок только тогда его можно будет например перевалить не пересадить а перевалить более большое такое ну небольшое а буквально на два пальца в объеме больший горшок и чтобы это растение было постоянно увлажненным в общем горшки надо выбирать по объему в сравнении с вашим растениями есть растение не очень большое корневая система у него не очень большая то разумеется и горшок должен быть не очень большой если растение большое вот как стоит у меня растение на втором плане там довольно приличный горшок но там и растение довольно большое смотрите я его приобрела совсем недавно и пока не собираюсь его пересаживать видите как он на верхушечке явно очень красиво растет и правильно прямо видно в общем куча новых веточек раскручивается и пока я его не собираюсь пересаживать вообще это растение можно пересаживать любое время года вот если вы собираетесь это растение делить например то лучше его все-таки пересаживать весной чтобы она лучше прижилось и ну в общем пошло в рост какая земля субстракт нужен для этого растения подойдет в общем универсальный субстракт который можно купить в магазине только надо добавить немножко торфа и перлита например одну 1 4 1 3 объема перлита должен найти такой быть легкий но немножечко подкисленный субстракт и еще этот папоротник не нуждается в обрезке его не надо например обрезать подрезать делать ему какую-то форму он очень красивый когда вот такой вот большой объемные у него получается вид его ваи вот эти листочки не надо ни в коем случае самому раскручивать они должны сами раскручиваться и со временем эти ваи конечно же отмирают отсушивается и когда только тогда когда они отсушились можно для ну красивого вида со стороны можно убрать эти отсушенные ваи так я считаю даже и уход за ним очень легенький и как говорится можно найти к нему подход особенно с обрезкой вообще ничего не надо делать а сейчас давайте друзья поговорим о вредителях если папоротник сухую стоит в сухом помещении то он очень подвержен нападению например паутиного клеща для того чтобы этого избежать его надо очень ну часто опрыскивать листочки и держать его влажной среде на него может напасть щитовка ну я надеюсь что все цветоводы знают что такое щитовка и как с ней бороться это тоже происходит например когда особенно очень часто летом когда сильно яркое солнце получается сильно жаркий воздух сухой поэтому еще раз говорю что надо придерживаться определенной влажности также может встречаться мочнистый червец поэтому но это все не страшно это все лечится это можно вылечить поэтому я считаю что это не проблема это можно обработать обыкновенным простым средством например такой как октара так друзья я рассказала все что я знала про этот цветок исходя из своего опыта если у вас есть какие-то вопросы по этому папоротнику вы можете задать их под видео вот я обязательно на них отвечу а теперь я буду заканчивать свое видео вот благодарю всех кто посмотрел кто досмотрел до конца принимаем конструктивную критику вот если какие-то оскорбления не принимаю сразу бан так что друзья если вам видео понравилось можете поставить лайки обязательно подписывайтесь это те кто еще не подписался буду стараться показывать интересные видео так как я начинающий так сказать блогер цветовод поэтому я только учусь так что очень строго можете меня не судить вам всех благ не болейте будьте всегда здоровы и до следующего видео следующее видео тоже у меня очень интересная тема все друзья всем спасибо и до свидания